Двуглавый орел взмыл в небо, правда не на крыльях, а с помощью подъемного крана. Его устанавливают на крышу сторожевой башни, единственной сохранившейся части Элимского острога. Этот фрагмент знаменитой крепости привезли в Тольце в конце 80-х из Устилимского района. Остроги – это крепости. Как первопроходцы шли дальше на восток, они ставили крепости деревянные, они назывались остроги. Сейчас до нас дошло 6 элементов четырех острогов. Два в Новосибирске, три у нас в Иркутской области и один в Москве. Башня потеряла свое навершие во времена Советского Союза. Тогда царские и православные символы были под запретом. Спустя десятилетия в Тольцах решили исправить историческую несправедливость и вернуть гордую птицу на положенное место. Деревянного орла изготовил зодчий Вадим Куликов. Мастер с гордостью взирает на свое творение и уверен, что птица простоит не одно столетие. Ведь навершие делалось по специальным технологиям. Например, крылья орла изогнуты так, чтобы на них не скапливался снег. Также его обезопасили от птиц-вредителей. Вот эти крылья, они сделаны из осины. Почему из осины сделаны? Потому что вот эти дятлы, если сосна, они обязательно там садятся и начинают, там жучки появляются, они начинают их, значит, и крылья прямо отшибают, эти крылья, значит, и все, и съедают эти все. А тогда, когда, значит, осина, они, значит, там жучки не заводятся. Орел установлен, но это лишь малая часть реставрационных работ. В Тольцах намерены полностью воссоздать Элимский острог. Под строительство уже подготовили земельный участок и разработали генплан. В течение трех лет, а именно столько будет вестись строительство Элимского острога, на этом пустыре появится небольшая церковь, воеводский двор, казарменные помещения и несколько амбаров, где жители острога хранили меха, соль и другие ценные припасы. Уже через месяц можно будет увидеть первые постройки будущего острога. Торговые и купеческие ряды. Их презентуют к открытию седьмого Байкальского экономического форума. Елизавета Шегвалеева, Константин Синицын. Новости сейчас.